Это значит статья, в которой журналисты, проведя соответствующее коррупционное расследование, обнаружили, что на новейшем стратегическом вооружении, куда следует отнасти комплексы кинжала в авангарте Сармат, активно осваиваются миллиарды рублей из государственного бюджета. Кто бы мог подумать. По данным издания, все закупки проводятся через частную фирму, не имеющую никакого отношения к российским стратегическим вооружениям, управление которой осуществляет 29-летняя девушка, работающая свадебным визажистом. Все закупки важнейшей, стратегически важной для страны ракетной корпорации проходят через частную фирму, связанную с молодой девушкой, свадебным визажистом, которая занимается макияжем и прическами для невест, сообщает издание. Как удалось выяснить журналистам российского издания, загадочная девушка и ее партнеры и их фирмы имеют непосредственную связь с директором корпорации «Тактическое российское ракетное вооружение», которое совсем недавно жаловалось на Министерство обороны, которое отказывается предоставлять аванс, в связи с чем корпорация вынуждена искать пути оптимизации и экономить. Всех их, девушку-визажиста, ее партнеров и их фирмы родит один человек. Его называют главным советником президента России по ракетам, а официально он директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение». Именно его родственникам и подчиненным достаются миллиарды рублей, которые государство выделяет на производство новейшего высокоточного оружия. Согласно проведенному расследованию, через эту 29-летнюю девушку-свадебного визажиста за последние 6 лет прошли госконтракты на сумму порядка 6 миллиардов рублей, что вызывает массу вопросов. Однако журналисты уверены в том, что корпорация «Тактическое ракетное вооружение» попросту осваивала бюджетные миллиарды. На фоне появившейся информации специалисты высказали предположение о том, что в действительности появление тех же авиационных комплексов «Кинжал», «Авангард» и «Сармат» является фикцией. «Слава коррупции», друзья мои, «Слава коррупции». Мне кажется, нам нужно вводить новый лозунг «Слава коррупции», потому что если бы не коррупция, если бы этот рейх был не таким недорейхом и не таким кривым и слепленным из палок и карамельки, то, конечно, проблем было бы больше. А так вот «Тактическое Путин» заявляет о каких-то кинжалах, сарматах, показывает вот эти компьютерные мультфильмы, на которых наши замечательные гиперзвуковые ракеты с непредсказуемой территорией уничтожают Флориду. А оказывается, на этом просто 29-летняя девушка-свадебный визажист распилила 6 миллиардов рублей. «Слава коррупции».